Всем привет, друзья! И сегодня будет история имен моих лошадей Шлейх, то есть, как придумывались имена моим лошадям. Ну что ж, поскакали! На конюшню, куда я хожу, есть жеребец по кличке Спартак. И мне кажется, что этому жеребцу тоже подходит это имя. Ну, теперь он Спартак. Когда у меня только появился этот конь, я сразу захотела снимать с ним сериал, но этот сериал так и не попал ко мне на канал, к сожалению. В том сериале я назвала его Требен. Во время съемки мне так приросло это имя к нему, что я его так и оставила. У меня появилась эта кобыла, и я долго думала, как ее назвать. Посмотрев на ее косички, я подумала Клубничка, но что-то в этом имени мне не понравилось. Я подумала и перекособочила это имя так, что получилось Клубина. О, у этой кобылы было очень много имен. Лошади Шлейх у меня появились еще до моего канала. Намного до моего канала. Когда у меня появилась эта кобыла, я как раз смотрела сериал Люды Пламя. Ссылочка на первую серию в описании. И эту же модельку там звали Сумбра. Ну, я такая, а давай назовем Сумбра. Через некоторое время я решила делать свой канал и понимаю, блин, будет же плагиат. Надо дать ей другое имя. И назвала ее Лейла. Но через некоторое время я посмотрела на ее резиночки. Подумала, подумала и решила, что будет Черри. Когда я еще не планировала покупать этого жеребца, я придумала так, на всякий случай, имя Рык. А потом у меня появился он, и я такая, все, решено. Он Рык. Да, это имя странное, но тогда оно мне казалось очень оригинальным. Есть мультик Леди Баг, и там есть персонаж Плаг, а тогда я его называла Благ. Ну и короче, он был черный, и этот конь тоже черный, и поэтому я такая Благ. Ну персонаж тот Плаг, а потом узнаю, что в английском языке черный это Блэк, и сейчас он у меня Блэк. Эту кабулу зовут Жасмин. И назвала я ее так не в честь красивого цветка, а в честь принцессы из одного мультика. Я учу французский язык, и спасибо с французского языка Марси. Ну и мне кажется, оно идеально подходит этой кобыли. Ну что ж, на этом было все. Ставьте лайки, я думаю, вы знаете, что делать. Всем пока!